В городе кроме домашних животных живут и дикие. Это перелетные птицы, голуби и воробьи, белочки, ежики и даже зайцы. К сожалению, часто они попадают в трагические ситуации. Связано это прежде всего с нашим невниманием к окружающему миру. Покалеченными животными, их лечением и реабилитацией занимается волонтерский центр спасения диких животных. Центр чисто волонтерский. У нас никогда не было никакой государственной поддержки. Это просто инициатива ребят, которые хотят помогать животным. Сейчас волонтеры обеспокоены большим количеством гибели голубей под колесами автомобилей. Голуби перестали бояться человека. Интересная проблема, которую надо решать только со стороны человека. Голубей мы не обучим. Привыкли к тому, что все к ним относятся хорошо. Мы просто расслабились. Возможно, причина такого невнимательного отношения к голубям заключается в том, что многие люди считают их паразитирующими птицами. В настоящее время это такая довольно существенная часть нашей экосистемы городской. Надо понимать, что мы с голубями существуем уже очень давно. И благодаря им к нам в городах могут еще и многие хищники жить. Например, у нас в городах появляются сокола-сапсаны, которые живут здесь именно благодаря такой обилию концентрации голубей. В поверьях многих народов существует примета, что если ты убьешь птицу, то навлечешь на себя беду. Но кроме водителей, которые не хотят притормозить, большой урон численности диких птиц наносит и современная городская архитектура. Птицы, которые вывелись в лесу, у них даже понятия такого нету, как непреодолимая прозрачная преграда. С зеркальными фасадами тоже беда в том, что птица, когда в них летит, она видит отражающееся в них небо, деревья, ветки. Она думает, что она летит не в преграду, а летит на то дерево, которое там видит в отражении. Такую же проблему создают и большие окна, дающие зеркальный эффект. Решить эту задачу сложно, но возможно. Современные технологии и некоторые ручные приспособления могут в этом помочь. Идеальный вариант это еще на этапе строительства все эти стекла покрывать, например, специальные, есть такие краски ультрафиолетовые, которые человек не видит, зато их видит прекрасно птицы. Их просто наносят этой краской сетку на окна, и птица ее видит. Еще есть вариант это делать, опять же, тоже промышленно есть наклейки, которые оставляют после себя такие маленькие-маленькие крапинки, маленькие, как это сказать, точечки на окне. Человек их очень быстро перестает замечать, а птица видит, что это не пустое пространство, а там что-то есть. Покалеченным птицам помогают в меру сил и возможности волонтеры. Поэтому, если вы вдруг подобрали раненую птицу или маленького зверька, то помочь в их спасении могут в Центре спасения диких животных. Обращаться туда нужно через социальные сети. Продолжение следует...